Пришли мы на место тут лес. Блоки, заросли. Здесь как красиво. Там куча веток еловых. И мы, сталкеры удачи. Волк, оператор дракон. С вами Волк ТВ, сталкеры удачи. Как дракон сказал, уже нас представил. И сегодня мы решили, по совету одного из наших подписчиков, сравнить, так сказать, печку охотника, которую показывали на ютубе. Вот мы такую печку сделали. И печь-наемник. Эта печь уже с нами не первый год. Да, как можно посмотреть? Да, можете посмотреть. И вот решили сравнить, какая же печь. Ну что, значит, сразу первые минусы, допустим, вот этой печи. Занимает, ну да, она, правда, немножко модернизирована. Первое мы видео уже делали, она была другая, это переделывали. Ну, немножко тоже модернизировал, но там на хватах она была. Да, да, но опять же занимает, она очень много места. Второе. Неудобная транспортировка фитиля, потому что фитиль приходится таскать отдельно, потому что печь, так как бы сказать, масляная. На масле. Работает на масле, на масле очень, как его, посолнечное масло, из магазина пятерочка, уже как и говорили. Вот так вот, обычный масло, сам обычный. Да, обычный масло, ну там на банке еще другой написано, там же банка, я не помню, из-почего. Вот. Фитиль уже, как говорил, сделан из старой пряжи. Пряжа, которую бабушки вязали раньше. Вот такая вот пряжа. Да, значит, ну, немножко по-другому сделали так. Значит, было сказано в том видео, что ее можно использовать в палатке, но, ребят, в палатке ей будет неудобно. Вот, смотрите, например, она упала, разлилась, масло разлилось, переговорил. Короче, палатка загорелась. Загорела. Да, опять же, транспортировка не очень удобно, но попробуем. Для частоты эксперимента, вот, набежали крышечку, да, туда нальем воды и поставим. Посмотрим, закипит она или не закипит. Также сейчас, где? Даже, допустим, будем засекать время. Сейчас вот я вот здесь вот секундомер, вот секундомер. Да, вот когда, значит, сейчас вот сюда положим, дракон, ты придешь вот так вот сверху будет снимать, потом, чтобы было видно секундомер, и потом уже проверим нашу печь наемника. Так, значит, там, когда, будьте, я не знаю, сколько по времени, чтобы, может, потом на паузу, так, зажигаем, пытаемся зажечь. Все, вот, печь начала гореть. В принципе, как лампадка, дома, дома, ее можно использовать. Ну, и даже, давно, хорошая. Хорошо. Да, даже очень хорошо. Да, она греет. Все, так, значит, кладем даже тепло. Кладем крышечку. Убираем, ну, убираем спички. Она уже разогрелась, даже, вот сейчас скажу. Наливаем сюда воды. Крышку. Уралили. И, значит, посмотрим, сколько по времени. Старт. Так, время пошло. Ну, что, наверное, наверное, поставим пока на паузу. Да. Вот. Или, не знаю, давайте, ну, давай, ставь пока на паузу. Пока. Да. Ну, вот, смотрите. Прошло 3 минуты. 3 минуты 20 секунд, более, да? Вода даже, даже, вот, не нагрелась совсем. Да, холодная. Так, ну, что это мы воду выливаем, да? Так, и давайте вот, показываю, что она горит. Горит. Вот. Тушим. Тушим. Не нагрелась. То есть, чай подогреть нельзя. Не получится. Ну, либо же получится, но на это потребуется очень много времени. Здесь сделаем сброс. Где сброс? Стоп. Так, стоп. Так, значит, 3 минуты. Хорошо. И вода даже не нагрелась. Берем нашу старую проверенную печку. Профессиональную уже. Да, просто сделанную из консервной банки. Причем, самое интересное. Подожди секундочку. Самое интересное, что эту печь, вот эту печь, можно сделать с подружки материалов. Вот я тут видел одного блогера. Он, короче, сделал печку, типа такой. Типа такой, по-моему. Ну, там еще, там, короче, во-первых, ему понадобились 3 банки. А во-вторых, ему понадобилось, он говорит, эту печку можно сделать на колени. И достает, это самое, пилу, топор, дрель, блин, шуруповер. Знаете, как у Сектра Газа была такая, Кощей бессмертный, говорит. Да, Коша, говорит. А, Кощей, говорит, будем бить. И начал доставать там кастет, наган, там еще что-то. И так это, да. Вот эту печь, вот эту, допустим. Ну, это просто моя личная доделка. Мне так удобнее стало, чтобы руках держать, да. Так она просто, вот, одна консервная банка в дырке, в которой можно проковырять ножом. Вверх снимается, второе дно остается как здесь. Все. Банка, ну, просто, я говорю, мне так удобнее носить. Она занимает место гораздо меньше. И удобнее в транспортировке. Да, удобнее транспортировки топлива для нее нужна. Вот, сухое топливо. Вот такое. Как говорят, что вот это сухое топливо горит 20 минут? Не знаю. Вранье проверяем. Не проверял ни разу. На две банки тушенки, в принципе, хватало всегда одной штабной таблетки. Таблетеньки. Да, поджигаем. Поджигаем. Все, вот, разжигаем таблетку. Чем-то похожа на зефирку. Кладем. Ножом, ножом. Кстати, вот есть такой вот ножик. Мне его подарили ребята, кавказцы, мусульмане, на свой праздник Куйран-Байран. Вот, нож именной. Вот, у него даже написано, написано Волк. Здесь светит Волк, лес, горы. Короче, это мне был подарок от ребят. Да, кстати, вот, что вот такую вот, вот такую печку, можно даже сделать при помощи обычного ножа, вот такого, вот. Да, ножа бабочки. Да, не всегда у кого-то там уже по-другому охотничь. Нож, вот, кладем, ставим крышечку. Наливаем воду. Наливаем. О, уже до ранга шипит. Уже шипит, пошла, да. Включаем время. Уже шипит. Ну что, ждем? Ждем. Вот, уже чувствуется, вода начинает нагреваться. Да, вода, правда, уже становится теплее. Уже реактор идет. Ну, что, ставь пока на паузу. Вот, смотрите. Время, минута, три секунды. Вот, уже пар от воды идет. Пошел пар. Вода уже горячая. Вот, смотрите. Пар, дай от рук. Ну что, какие плюсы? Видите, какой плюс у печи наемника. А таблетка... Горит. Блин, горячая. Я так уже не могу взять. Вот, смотрите, вон, пузырьки пошли. На дне, на дне, видите? То есть, что? Прошло полторы минуты. Ну, сейчас, наверное, может, еще полторы минуты. И... Да, вон, оно уже кипеть начинает. Вот, на такой же печи можно даже чай делать. Да, вот на этой плите, если, как говорится, что таблетка горит 20 минут, спокойно можно скипятить небольшой чайничек по печейку, там, кружку чая. Вот, пожалуйста, время еще раз. И, смотрите, минута 58. Ну, две минуты, грубо говоря. Две минуты, вода уже, вот, кипит, смотрите. И вот, и вот пар идет, пар идет, да. Ну, вот, пузырьки снимай на дне. Вот, даже, даже я, вот сейчас поставил, оставил черный фон, видишь? Нет, черный фон. Пограничку сними, да, что пузырьки идут с воды. Пузырьки с 1 идут. Вот, видите, пузырьки с 1, все. Вода закипает, не прошло 3 минут. Ну, здесь я выключаю уже, все. Тут уже не надо так. Стоп. Сброс. О, видно, видно. Ну, вот, видите, в чем есть плюсы. И, если вот такую, грубо говоря, поставить, ну, честно скажу, в палатку мы не пробовали ставить ни разу. Страшно. Да не страшно, просто мы без палатки всегда ходили. Да, не очень удобно на меня скринты. Да, вот, поэтому, не знаю, может быть и можно обогреть, но 20 минут горит, горит. О, пузырёшь, даже больше цена. Вот, видите, смотрите, да, вот теплообменник, да, допустим, если нужен, блин, как бы снять до горячего. А, затушил. Вот, видите, вот, только-ток вот затушил водой, да? И продолжает шипеть. Да, таблетка не сгорела, понял. То есть, если нужен теплообменник, да, пусть, чтоб теплее было, может, наверное, вот так вот крышку поставить, ну, банку еще, наверное, возить с собой, ну, побольше, наверное. Тогда будет теплообменник, может, тогда можно и, ну, но... Ну, вот этот, ребят, это не вариант. Во-первых, масло прольется, загорится, потом масло будет хуже тушить здесь. Видите, таблетка, он чуть-чуть в водички капнул, она все затухла. Так что, выбирайте, думайте сами, решайте сами, какой вариант вам лучше. Причем, этот действительно можно сделать из подручных средств. Пустая консервная банка, дырки понаделали вот ножом, только они, дырки, которые некоторые, значит, делают так вот, бьют, и вот плоская, на твуло гореть не будет. Вот нож выгнали вот сюда, да, и... И крутил. Да, прокрутили, ковырялочку сделали. Так вот, шер... Это все за безобразие, это я защелку не закрыл. Нет, вот это я имею в виду, смотри. Я говорю, вот, и все будет хорошо. Оп, защелку не закрыл. Так, ну что ж, ладно. Вот, допустим, вот как шива, вот проделать дырочки. Ну, туда вот, воткнули, и вот так вот, вот. Раз, два, три, повернули, все. Да, как шива. Да, ну, какой-то, не такой, наверное, бабочки. Все-таки, она ведь в дерево погнулась. Ну, понимаете, бабочка какая-то дешевая. Это не я, это дерево. Ладно, с вами был... Дракон, оператор. И дракон. И волк, и дракон. Это были... Сталкеры, удачи. Канал Волк ТВ. Всем всего хорошего, до новых встреч. Ставим лайки. И подписываемся. Да. Да. Всем всего хорошего.